Здравствуйте, добрый вечер. Смотрите, какой у меня здесь бардак. Значит, показываю, что купила в двух национальных магазинах. Значит, в югославском и в польском. Значит, смотрим. Во-первых, в Америке русские продукты в русском магазине, но они есть еще и в национальных магазинах Дели. Смотрите, в югославском магазине написано масло крестьянское сливочное. Тра-та-та. Делала кто, не знаю. Ну, это штамп Америка должна ставить. Ну, наверное, может, Нью-Йорк делает у нас. Короче, по нашей рецептуре. Смотрите, цена 3,49. Дорого, да? Конечно, у вас там одно дешевле так, но зато русское. Вот. По русской рецептуре и прочее, прочее, прочее. Итак, югославский магазин. Лукум взяла доллар 99 центов, один доллар. Капуста, она в Африке капуста. Вот такой хлеб. Там можно брать, ну, то есть, 1, 2, 3, 4, сколько хочешь. Так, не хлеб такой. Ну, такой, знаете, это воздушное. Но оно хоть с добы у них лучше, поскольку национальный магазин, то есть, поскольку югославская еда, польская еда ближе к нам, чем американская. Так, еще что взяла. Значит, паштет. Пейт. Паштета. Пейт на американском языке. На американском мы с вами разговариваем. Пастета написано. Так, паштетики. Вот такие вот. Раз, два, сколько там банок? Наверное, раз, два, три. Четыре банки, да, получается? Да. Четыре банки. Значит, 2,99 стоит. Печеночный паштет. Вот. Я поехала за селедкой в этот самый и в этот магазин. Но когда я зашла, и колбаса мне ударила в нос русским запахом копченым, значит, так, все, не устояло. Это югославский магазин, все продолжаем, еще не польский. Значит, такое, как хардсан, ну, так это вот, как хардсан, ну, это твердое салями, да, типа того. Так, типа этого производства Венгрия, по-моему, 5,30 стоит. То есть, вот специально бумажками выбрасываю, они вот так вот заматывают. Вот такие у них бумаги, как в Советском Союзе, по 5,30 долларов. Так, это ресит, потом скажу. Значит, сколько отдала. Так, вот такая вот колбаса, они ее сами... Ой, боже мой, с чесночком, хорошая колбаска. Значит, вот в американских магазинах такой нет. Они там, у них фермы, ой, этих югослав, там целая у них комьюнити. У них фермы, они выращивают коровы, или что там они выращивают, или свиней. Короче, они сами коптят колбасы. Полный магазин, полон колбас копченых. Так, сколько стоит вот этот кусочек толстенький, да? Толстенький такой, но русский прямо кусочек колбаски. Три кусочечка колбаски. Значит, сколько стоит? 2,19. 2,19 стоит вот этот. 2,19 стоит вот этот. Вот он, цена. Так, откладываем. Next. Next это следующий. Next. Салями. Тоже венгерское салями. Я ее... Хонгари... Хонгариан написано. Хонгариан. Стайл салями. Я ее брала как-то, она мне нравится. Ничего. Она такая какая-то. Ну, как... Ну, с мелким-мелким салом. Ну, знаете, вот эти вот, как европейские эти. Сервилат она. Нет, салями. 7,99. Ну, вот это вот подороже. Ну, так она, наверное, поэтому... Потому что она такая прессованная и тяжелая. Так. Значит, югославский магазин закончился. Что отдала на югославском магазине? Отдала 25,65. 25 долларов 65 центов. Вот это вот три вида колбасы. Паштет, масло, хлеб, лукумчик за доллар и капуста. Так. Переходим к этому, к польскому магазину. Что интересно, все заматывают вот в такие бумаги. И в русском магазине так. Америка не заматывает так никогда. То есть у них это там в этих зип-кульки вот эти. Ну, на вот этой вот. На молнии, да? Знаете? Зип-кулек. Вот. А эти подешевле, наверное, мотают в такую. Значит так. Польский магазин. Значит, ветчина. Такая тоже на русскую похожая. Доллар 82. Next. Next это следующий. Next. Два. Подожди, как она написала здесь? 2,34. Это 2,34. 2,34. Что-то дорого за вот эту колбасу. 2,34. Ого. Или это доллар 1,34. Очень странные цифры. Или это 1,34. Скорее всего, 1, наверное. А ну, что здесь у нас написано? Нет, 2,34. 2,34. Вот этот вот кусочек колбасочки. Так. Next. Вот эта колбаса такая. Вот это, по-моему, это охотничья, сказала она. Вот. Вот такая колбаса, они её не режут, поскольку она целым куском продаётся. Ну, пахнет всё, вы не можете себе представить. Короче, я как в русском гастрономе стою, понимаете? Вот эти запахи колбасные бьют в нос. Так. Смотрим. 3. А, 5,33. Вот она, 5,33. 5,33. И врезите оно. Да, 5,33. 5,33. И последняя в польском магазине ветчина. Вот такая вот-вот. Вот такая вот. Вот такая вот. Кусочек ветчины. Там был большой, я не стала брать. Значит так. И этот кусочек застоил. Где тут они пишут цены. Уже руки прям все пахнут. Пахнут. Прямо копчёным таким. Вот 4,47, да? 4,47. Значит так. 5,33. 2,34. 4,47. Доллар 82. 13,96. 13,96 отдала. 14 долларов за польский магазин. И 20, сколько я сказала? 25 долларов за югославский магазин. 25,65 за югославский. Югославский очень дешёвый. Там особенно овощи. Ну, мне просто овощи не нужны. Там вообще за без цены дешёвые. Там у них они с ферм везут. Ну, такой вот. Ну, такой дели магазин. Маленький. Не снимешь. Как мне хотелось снять. Там русский творог лежит. Прямо по-русски написано творог. 3 доллара. Маленькая упаковка. Бешеная цена. Так, ладно. Значит так. Вот получается вся вот эта вот колбасня, вся вместе с этим стоит 25,65 и плюс 14. 25 и 14, 35, 39. Ну, около 40 долларов. Около 40 долларов в колбасы. Значит, если вы пойдёте в русский магазин, вы отдадите 100, а то и больше за это всё. В русском магазине немеренные цены наши русские ставят. А вот вкусовые дела очень-очень похожи. Понимаете, ну, конечно, там московская, вот нет у них конкретно московская. Вот. Там докторская у них что-то. Ну, там подобные есть. Подобные, подобные. Просто их всех не попробуешь. Ассортимент очень большой. Я всё хочу видео снять. Как бы мне когда-то, когда будет много народу, я как-то посниму. Молча пройду. Молча, вообще ничего не говоря. Вот пройду, чтобы совсем не комментировать. Так. Теперь там выйдет видео, как я ходила в магазин Маршалс. Магазин Маршалс – это магазин этих. Ну, не Маршалс магазин. Американцы знают, кто там живёт. Кто здесь живёт. Значит, кто там живёт. Значит, 12,99 фулл прайс. А поскольку 50% вов – 6,50. Что стоит 6,50? Это про американский магазин говорю. Маршалс, он там платья и всякие украшения и всё такое. Но там есть ещё и вот такие кексы и конфеты. Значит, так. Вот такая банка. И в ней положен вот такой кекс. Ну, не представляете, как он пахнет хорошо. Я его ещё не пробовала. Вот такой был с красивым бантом. Вот такая банка. Значит, я его ещё не пробовала. Ну, так он пахнет. Ну, так пахнет. Там был открытый… Сейчас отщипну. Хоть и руки в колбасе, но и не на… Ой, слушайте. Пасха. Наша Пасха. Я приехала голодная. Слушайте. Очень вкусный изюм там ещё что-то. Там очень много кексов. И поскольку я прошлась… Сегодня у нас декабрь 27-е. Крисмас закончился. Я там делала видео, что как уходят на распродажу. Что наш Новый год ещё не начался. А их… А их Крисмас уже закончился. И всё, что касается Нового года, уходит на распродажу. Это итальянский кекс. Итальян. Вон и Маршаллс магазин. Вот целая цена. 13 долларов ушло на распродажу. Это буквально через 2 дня ушло. Вот. И там таких кексов, видов таких много. Никогда ничего из Маршаллса, из Т.Джи Макса не покупала съедобного такого. Ну, может, когда-то конфетки какие-то там сухие брала. Это да. Ну, так вот, чтобы кекс брать, нет. И значит, что? И вот Крисмас день закончился, да? 25-го. И всё уходит на распродажу. Там и Деда Мороза, и ёлки. Всё-всё-всё. Вот это вот уходит. И как раз нашим русским вот благодать, мне кажется, пойти туда и скупить за 50% офф. Потому что у нас ещё не начался ни Новый год, ни Рождество наше, которое 7 января должно наступить. Вот. Так что, девочки, кто живёт в Америке, я вам советую в Маршаллсах вот эти вот кексы. Очень-очень вкусно. Да свежий такой вообще пахнет. В ваниле много там. Классно. Всё. Вот я закончила обзор. Значит, Хазбан будет вот это вот, может быть, с кофе есть утром. Значит, вот это съест. Колбасу вот эту вот, может быть, один ломтик съест. И то скажет, не хочу, если я заставлю. Остальные колбасы он есть не будет. Хлеб вот это вот будет. Паштеты никакие не ест. Никакие намазанные никуда нет. Боже упаси. Вот. Масло. Масло. Значит, если я не буду говорить, что вот я в Деле купила русское масло, туда-сюда. Да, если я за американское выдам, ну, то есть утром вот так, типа, намазать эти самые с кофе, что там, какую-то булку. Может быть, и возьму. А так, ну, вообще не страдают чужой едой. Вот. Патриоты Америки. Всё, я закончила. Не знаю, дорого или нет. Конечно, дороговато. Но в русском магазине это будет ещё дороже, уверяю вас. Поэтому русский магазин, конечно, те, кто приезжает, а я знаю точно, что ходят только за хлебом, за чёрным, ну, наш русский хлеб покупать, и селёдка там. Ну, и немножко что-то, может быть, ещё какие-то, может, там детям, ну, не знаю, может, кукурузные палочки. Ну, вот основной, ну, может, ещё когда-то там на празднике колбасу. Ну, вот масса людей, которые только приехали, русские, я имею в виду, они стараются обходить стороной русский магазин. Ну, купят что-то вот там хлеб, ну, селёдку ж нигде ж её нету в Америке, да, что выхода нет, её негде купить. В югославском магазине и в польском есть, кстати, селёдка. Вот эта, которая как, ну, она польская, но она как литовская, как у вас вот эта литовская, знаете, вот там, ну, в пакетах такие, ну, в обыкновенном посоле, рассоле. Вот, поэтому, конечно, кто приезжает, они обязательно обходят стороной русский магазин, это точно. Ну, то есть, кто ещё не начал работать и так далее, это однозначно. Казалось бы, да, русский магазин пошёл и скупился. Нет, очень дорого. Всё, счастливо, до свидания. Пока. Доброе утро. Показываю снова кекс. Люди, вы не можете представить себе, какой вкусный. Вы не можете себе, я не знаю, это, я никогда такого не ела. Это, это даже не кекс, это вот, ну, паска. Значит, смотрите, здесь у них, значит, этот, мало того, что изюм, вот эти кусочки, по-моему, это как-то, у меня руки чистые, это как цукаты или апельсиновые, или лимонные, что-то такое фруктовое здесь, ну, там можно прочитать, что там есть. Ну, это настолько вкусный, ну, настолько вкусный, что это немножко мокроватый такой, ну, вот как положено быть пасхи. Это, это прелесть. Значит, что я сделаю? Я вчера Хасбент остановила, говорю, давай на утро оставим. То есть, и он еще легкий, знаете, он, ну, как-то вот муки там так, это вот не очень-то, ой, вот это я сейчас съем. Вот так. Ну, очень вкусный. Так, ну, вот я поломала, думаю, что уже на всех кусках показать, да? Вот так вот. Значит, девочки, кто живет в Америке, едете в Маршалс, это после Крисмоса, да? Сейчас, сейчас у нас сегодня 20, это бумажка сверху, ну, то есть, на которой он пекся. Вот так вот, весь в бумажке был, только верх открыт. Это явонная коробка. Написано Made in Italy, значит, из Италии привезено. Он был в этой упаковке замотан, весь закрыт. И в Маршалсах, в Тиджи Максах есть, я бы так поняла. Кажется, Маршалс и Тиджи Макс, это одна компания, говорят, просто две сестры. Ну, то есть, сестры-братья, типа того. То есть, родственные, ну, одна компания, только подразделяются на разные названия. Я собираюсь поехать, только что проснулась, голос не работает. Я собираюсь поехать обратно, или в тот Маршалс, или в другой, не знаю, даже в тот, потому что этот мне свежим-то и свежим показался таким свежим вообще. И куплю, ну, конечно, 270 калорий, на сколько-то там грамм. Унций, унций, не грамм. Поеду и обязательно куплю еще. Поставлю в холодильник, в морозильник, конечно, он, ну как это вот сдобное тесто, дрожжевое в морозильник, наверное, не пойдет. Вот Маршалс. Так, цена его 12,99, 50% офф, потому что Крисмос прошел сейчас. Вот, после Крисмоса. А вам на Новый год будет в самый раз. Шесть с чем-то ж я заплатила, там 6,50 что ли. Очень вкусный. Значит, я поеду, куплю, поставлю его в холодильник. Простоит он у меня и неделю, и две в холодильнике, ничего страшного. И потом будем есть. Есть там и другие кексы. Но потом что куплю, покажу. Куплю такой один, и куплю еще, может, парочку других разновидностей. Но мы его съедаем только так. Вот на завтрак с кофе. Это вообще очень вкусный, очень вкусный. Всем рекомендую. Ой, то ж я обычно на все кухи американские ругаюсь. Вы ж меня знаете, как я ругаюсь на всю еду, которая ненатуральная. Но это ненатуральная или невкусная, или не знаю, или может и натуральная невкусная, а может быть вкусная, да ненатуральная. Но неважно, не знаю, что здесь натурального или нет. Но сделано на совесть настолько вкусный. Обалдеть. Всем советую. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok